Дибала, Дибала, подача на ближнюю штангу, на этот раз внизу, удар по воротам. Вот этот угловой, на мой взгляд, был самым интересным из всех, что по ОНМ. Подача в штрафную. Наверное, вот правильнее называть этот стадион именно Луиджи Феррариса, никак иначе, когда здесь играет Дженова, потому что Феррарис играл. Роналду пасует, Дибала в штрафной, Дибала! О! Забыл пробить, ну, точнее, Сумаро помешал ему это сделать. Фавильи. Да, каждый мяч, который долетает до него или до Пинамонти, он такой навес золота, потому что этих мячей. О том, как будет адаптироваться в серии А Артур из Барселор. Дески обостряет и Перин забирает мяч, фиксирует. Все нормально, больше приобретет. Ну, вопрос, опять-таки, насколько раскроется здесь Артур. Желтая карточка для Ласса Шоне. Рабьё уходил от него. Но предпочел очередную подготовительную передачу. Вот, Данило! И снова здесь справа квадрата, раскачивает оборону Дженова. Навес, Рабьё! Удар с близкого расстояния, удар головой. Это означает, что просчитать траекторию голкипера было крайне... Шоне. Нарушает правила Бернардески. Ещё любопытная фамилия. Ещё один навес. Хорошая передача. Момент! Это Фавили! Неужели там не было положения вне игры? Как-то очень легко удалось взрезать обо... Навес. Бернардески слева. Передача посвятить. Есть с кем усилить игру у Давида Николы. А в усилении она нуждается. Потому что всё-таки очень советовался с видеоассистентами. Роналду получает мяч штрафной. Роналду с острейшего угла. Опаснейший удар. Наносил. И снова великолепно играет Перин. Перин и родную Туринцу. Шонуан с игры с ним. Кальвареза возобновляет игру. Теперь ворота Ювенца слева от нас. Фамида занимается привычным делом. Старается расшатать и вскрыть насыщенную оборону соперника. У соперника у Павла Кальвареза. Ваш комментатор Олег Пирожков подавал Дехрами. Не было положения вне игру Пинамонти. Было. Было. И я с самого начала так с удивлением. Адриан Рыбьо. На перехвате сыграл Бануччи. Сам же потащил мяч вперед. Дибала. Дибала разбрасывает соперников. Бьет и забивает. Пауло Дибала. Его десятый мяч в этом чемпионате Италии. Ювентус наконец-то открывает счет. Наконец-то. Потому что они могли это сделать еще до перерыва. И неоднократно. Итак, Дибала. 1-0. Ювентус забивает в Генуе. Теперь можно немножко. Я думаю, что нет смысла Ювентусу бросать то, что так хорошо получалось. И можно продолжать игру. Гасата. Ну, для команды, которая в нижней части таблицы обретается. И в которой тренеры менялись. Роналду с мячом. Роналду. Пятится Сумаро. Бьет Роналду. И забивает гол красавец. 2-0 в пользу Ювентуса. Криштиану Роналду. У него потрясающая статистика. В матчах за Юве. Вот 79-я официальная игра. И 58-й гол. В этом сезоне Роналду, вы видите, преследует. Лучшего снайпера. Может быть, удивит. Но Бернардески среди итальянских футболистов, приобретенных Ювентусом в Италии, это второй по дороговизне заплатили в свое время. Дороже только Роналду. Дибала пропускает. Пьянич. Пьянич. Идалий Ктавер на тренировочном поле. Повторюсь, Ювентус смеет. Он сейчас продолжает. И Квадрадо с Лалом. Передача на Роналду. Санабри. Далековато. Дибала с мячом. Бентанкур прострел. Потрясающие три удачных попытки от Борова забить два подряд мяча. Это тоже подспорье, потому что у Ювентуса следующий матч даже ближе, чем у... Дуглас Коста. Удар. И мяч влетает в девятку. Дуглас Коста. Все очень просто. Три ноль. Крупный перевес Ювентуса. И это тот случай, когда счет на табло отражает. Браво. Это действительно очень хороший матч. Еще один кросс. Момент. Пинамонти. Гол. Что ж раньше-то так не игралось. Один-три. Ну а что, может быть и случаются чудеса даже в таких матчах. Андреа Пинамонти. Потом был Наполи. Долгая славная карьера Горана Паня. Бегать туда-сюда. Бентанкур. И зарабатывает штрафной. Ушел Роналду. Но он сегодня уже забивал. Удар. Стенка сыграла свою роль. Моробьё. Можно поиграть широко. Моробьё. Один-три. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok